коллеги здравствуйте сегодня мы посмотрим за кулисье того как готовится еда которую мы смотрели в торговой сети бегемак сейчас находимся рядом с кабинетом питания которым управляет руководитель татьяна проскурина и сегодня мы посмотрим как это все готовится посмотрим погуляем по вашему большому производству татьяна доброе утро такое солнечное приятное утро я уже вижу что у вас опять идет погрузка разгрузка того сырья который в дальнейшем будет создана не до буквально коротко когда она запустился ваш проект и сколько квадратных метров мы сегодня будем смотреть запустились мы с января 2022 года в полный получается все производства одновременно 300 тысяч квадратов будем сегодня смотреть сколько сотрудников работает 300 человек 300 и вы уже говорите о том что вы практически вышли на полной мощности мощности практически полные но нет предела совершенства можно еще и увеличится ну что ж я предлагаю идти смотреть производства и по пути мы будем задавать вопросы и смотреть что получилось конечно начинать 300 тысяч квадратных метров всего сколько занимает данном случае мука но получается когда вы делали вы делали дом муки хранение одновременно можно в этом складе плюс цепочка которая необходима для производства мука поступает на склад со склада поступает на участок рассеивания линию ого то есть мальчики ставят сюда мешок нажимают на кнопочку мешок переваливается просеиватель просеивается уходит в бункера то есть они при подключают какой какая мука какой бункер у них уходит загружается в бункера временно здесь хранится одновременно может храниться здесь у нас 9 тонн просеянной муки затем она поступит у нас уже через стену на участок замеса мы туда придем и сразу понимание придет как оно туда приходит а сколько в вот сколько в среднем в день уходит муки на производство 6 тонн а сколько в итоге здесь и 6 тонн получается изделий но у вас получается и хлеба и из хлеба из дома и слои то есть плюс кондитерские изделия торты пирожные разные 6 тонн знаете я когда попадая на производственное пространство так это дух захватывает как же это все по-другому и я принято лично и когда мы там размышляем но подумаешь там два или три грамма соли а на производстве то тоже огонь килограммами да 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 получается у вас и при необходимости два просеивателя да нет один просеиваете идет на для высшего сорта и первого сорта муки а не только даже и для сержанку с пшеничной нельзя смешивать понятно поэтому вопросе пряников выбор сибири там все кто-то был а кто там еще был как а дракой вы это это да крупа риса видом виселковский это нас краснодарский край были у них гостях на фирме на рознице так люди могут попить да мы организовали питьевой режим для своих сотрудников получаются кранчик чтобы не было никаких не стаканчиков ничего в этой части вот там у нас как раз склад склад находится у нас в зоне рц то есть на территории рц у нас есть план сейчас идет загрузка они проверяют да они получаются было проверяют на качество которые приходят осматривают местами зубки не жуке которые бывают если у нас нет проекта что мы сразу не принимаем то есть какие-то моменты прям техновыми смене участвует в оценке сырья все сырье которое есть на складе по заявке поступает на участок растаривания в этой части скрывается транспортная упаковка обрабатываются бедра джемы допустим ну все что необходимо помыть продезинфицировать мою дезинфицирую вскрывая транспортную упаковку только потом уже попадает в цеха на этот же участок идет яйцо яйцо такой процесс который цех обработки и подготовки яйца да то есть это отдельный процесс который не очень любят делать поэтому я предусмотрела для них вот такие вещи во первых у нас есть ванна барботирование где не надо мыть руками загружают получается яйцо наливают раствор и она себя чихонько моет она все промывает яйцо становится чистым после того как она у нас получается промылась мы его промываем проточной водой и потом уже в этом году готовим раствор и уже только после этого чистое яйцо попадает у нас вот на эту машинку включите на машинку покажите а здесь получается остатки это скорлупка поэтому не уходит она короче надо ее просеивать разные способы через сито не проходит потому что она же весная с гостроемкости и в любом случае идет оседание с него они переливают еще через одно сито уже когда получается когда мы добились что не было скорлупка но бьем по семь с половиной тысяч яиц ежедневно семь с половиной тысяч шесть тонн семь с половиной тысяч зефирки да у нас как-то так все немаленько буквально несколько минуток мы подождем когда получается если вдруг на акцию ставят какие-то позиции ну конечно увеличивается в разы даже до десяти тысяч сейчас буквально минуточку все равно милки и кошки они остаются никуда от этого не уйти на этой машине можно бить как целиком яйцо так же можно разделить белок отдельно и желток отдельно но в данном случае мы наблюдаем когда просто целиком потому что муку пока на процесс не требуется для производства пожалуй на яицеросбивочной истории я была первый раз подавая в сухом запасах либо пекарного цеха то есть мы сейчас попадем на участок замеса это вот сюда попадает мука мука у нас попадет в другом месте я сейчас покажу здесь получается разные добавки, семечки, смеси все что необходимо для замеса в камерах хранится дрожжи, маргарин все что им необходимо они хранят временно здесь после этого это участок здравствуйте участок получается подготовки сырья взвешивание то есть делают навески для того чтобы дальше производить замес сырья есть такие маленькие навесочки а потом основной у них замес идет вот в этой части вот эти дозаторы дозаторы муки там у нас все просеялось мука пришла на дозаторы ребятки набирают мука подается в дежу вот здесь мы замешиваем тесто в тесто все муку взвешивают основные намески мы сделали в том цехе поместили в дежу добавили муки поставили на замес это тестомесы это миксера это тоже миксера помимо хлебобулочного так же работает водительский цех все что связано с замесом с мукой все это здесь для пикмарей готовят тесто а это что такое это заквасочные машины они уже используются закваску мы используем как для ржаных хлебов так и для пшеничных хлебов поэтому два получаются у них заварочного закладка это машина для заварного теста закладка это вот тесто да 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 то есть они заваривают тесто определенную температуру да будет мы как раз вот в этой машине буквально готовится то заварное тесто из которого которые про что нам рассказывал Сергей Вилков во своем интервью когда поставщик кондитерских изделий который решил уйти с рынка и вы соответственно выкупили рецептуры и вот именно здесь это приготовляется а мы увидим сегодня как они готовятся ну вряд ли очень жаль но на самом деле мы уже попробовали это печенье это знаете вот как семечки одну за другой одну за другой конечно совершенно не для тех кто худеет на самом деле поставщик который пришел к нам с рецептом они по своим технологиям работали в кастрюльках и когда запрос был какое оборудование подготовить он говорит кастрюльку и печку я думаю так не пойдет будем работать здесь не очень жидко боялись потом были удивлены что здесь можно это сделать понятно компания аббат кстати говоря я вижу что производитель очень хорошо только у них хорошо понятно отлично ой мы уже вкусно пахнет да здесь получается у нас слив слив для подъема дежи когда дежа подкатывает дежа подкатывает дежа поднимается наверх опрокидывается тесто в делитель округляется сейчас минутку это получается деление попадает на округление округление идет на расстойку предварительную растает то есть оно отдыхает будем так говорить после этого пойдет уже на замесы на формовку боже сколько здесь а вот одновременно здесь сколько может растаиваться булочек они непрерывный процесс то есть та булочка которая подошла по времени она потом уйдет у нас на формовку и он бесконечный то есть мы закидываем тесто оно делится оно округляется оно растает этот процесс бесконечности идет это линия ронда линия слойки то есть вот в этой части здесь девочки готовят тесто слоеное то есть они его слоят вот сейчас прокатка идет после того как слоеное тесто готово его раскатывают наматывают вот такие скалки устанавливают получается на машину и запускают линию тесто проходит зарезается вкладывается начинка потом оно закручивается это все идет свертка дальше идет она на гильотину здравствуйте здесь она уже рубится на ту длину изделия которая необходима все дальше девочки перепроверяем вес продукта потому что бывает с начинкой сбой именно в дозации где-то что-то недовложение бывает такое потому что машина по-другому не знаю девочки делают контрольную получается взвешен если не хватает то добавляем конечно начинку чтобы всегда был стабильный стандартный вес где-то помогает всегда останавливает вот она идет это яблочная начинка а сколько начинок таких у вас разных у нас 12 слоев с начинками вы получаете а это в заморозку уходят это в заморозку потом уезжают на наши магазины и наши магазины выпекают слойку свежую каждый день так ронда здесь есть три так слоеное тесто так а это у нас эти булочки это девочки формуют получается булочки пойдемте сюда получили получается уже тесто идет на формовку получается булочек ставят их на расстойку потом на выпечку а остальные ожидают еще тесто ожидают тесто которое предварительное получается в машине у нас сейчас лежит вот мы смотрели вот в этой то есть сейчас подойдет момент когда вот сверху видите транспортер тесто начнет падать уже формовочную машину и выезжать на стол дальше продолжит формовку уже других изделий понятно это вот а с какой вот мелкой штучки у вас сколько в ассортименте ну порядок 12 марта ну это вот ровно то что мы видим во всех магазинах вытачки в ближайшее время мы планируем перейти с этой издовой на заморозку так же чтобы отвлекали на пристав чтобы она была еще более свежее а такие вещи вот такие вещи только вручную да можно делать это точно вручную то есть вот видите батончики которые уже есть у девочек были батончики да это они закатались в машине потом они получаются в любом случае за формовку идет мелко штучка очень мало это только штамп какой-нибудь вот получается сейчас мы же не просто ждем у меня большая передышка у коллег да сейчас посмотрим тесто когда она уже там пойдет в тесто вы открыли? запустили? на улицу? да не чё? на улице бы пошел не в ключ а далее да на стол ну вот они получаются здесь такой принцип то есть он колокол там упал потом она вот вот они перекатываются прям может видите то есть они перекидывают и получается как бы на одну сдвигается сдвигается и вот она получится вот в первой сетке она потянутся наверх и начнет сюда попадать и пойдет поэтому транспортиру уже вот сюда сильно часто идут то есть они делают пропадку сейчас делают лепешки же другой вид изделия конвейерный тип работает этот процесс деления руками убрали но соответственно он более точный по весу да это отсадочная машина морковного печенье но морковное печенье отсаживают на машине все что с печеньем все на эту машину фильера меняется другой вид ставится дозатор начинки начинка в центр то есть можно с ней играть и варьировать получается когда они сформовали выпечку они поставили на расстойку с той стороны то есть они с той стороны закатили и вот сюда уже подкатывает когда подходит срок до время расстойки после этого они пойдут в печи печать сейчас воздушный на публика будем так это для краски прозвали а она нам нужно вот такой неровненький какой есть в любом случае кутлом в любом случае они его запустят в этой части разливают бисквит у них разбивание стоит поэтому пока не разливают здесь пекут вафли смазывают кремами уже формуют получается печенье у нас есть вафельное после того как все выпеклось получается попадаем на участок остывания хлебобочных здесь ребятка здесь вкусно пахнет здесь получается готовые изделия печенька наши батончики не сниму со шпателем вот хлебушки стоят уже отпечены то что с утра петли еще все тепленькая ну а и булочки лежатся цех упаковки она сейчас хлеба у нас уезжает не упакованный желание получается нашей компании часть хлеба вот допустим батонам упакуем на термоусадочной машине девочка покой часть хлеба покоим на линии вот сейчас будет упаковываться а как все справляетесь все нормально с упаковкой нам рассказывали что какая-то из упаковок увеличилась в десять раз по стоимости а там это связано было с видом то есть пакеты субит вакуумные пакеты вы как-то не сильно не заметили либо у нас запас и мы еще не покупали новый приход а такого не было всплеска то что а среднего такая булочка сколько стоит в магазине 29 рублей есть 24 зависимость того какой ты и это это конкурент это и в рамках этого и в рамках этого получается зарабатывает чем-то больше на чем-то меньше сейчас наша задача найти тот продукт на котором будет более маржинальный продукт который будет нести быструю окупаемость получается поэтому мы для себя сейчас выделяем довольно долго так упаковывать параллель а параллель получается здесь не очень красив он в пакете болтается а то есть да поэтому болеть все решили таким образом что-то отчета капризульки до капризулька да слушайте конечно вернемся так как у нас участок остывания для хлебобочного и для кондитерского цеха здесь них остыла продукция не попадает она к ним здравствуйте все что необходимо для сборки кондитерских изделий машины нарезки бисквитов то есть нарезаем тортики по слоям получается все полуфабрикаты готовы начинается сборка здравствуйте здравствуйте начинается сборка начинается декор оформление олеся придумала у нас такую фишечку сейчас покажем вот на том рулете свой знак свой знак ой какая прелесть покажите туда печать да здесь действительно красный бархат боже какое конечно хозяйство у вас какой самый популярный наполеон 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 и сметанка надо делать его попробовать помещение отдельно подготавливается крема а вас есть вот такая которая сама намазывает машинка руки это у нас все руки потому что мы долго и исследовали мы долго читали нам нужно тоже привести к одному стандарту все должны быть одного размера одного веса ну наверное даже покупатели а может здесь по поводу тортов чуть-чуть у вас здесь я вижу полукилограммовые до среднем до 70 а сколько среднем стоимость магазина получается 300 рублей 300 рублей до 300-350 очень редко мы подходим к 400 потому что наш покупатель ну вот не готов наверное либо не хочет именно столько потратить на сладость ну на сегодняшний день был опыт у нас с большим весом полтора килограмма продавали покупали но очень мало а такой а вот здесь если мы говорим про состав кремов вот это все но я правильно понимаю что данном случае мы говорим и про растительные сливки растительные сливки сметанных очень много кремов сметану листья страны подавали уникальную до которая держит форму да то есть получается есть сырные крема даже использую и при этом укладываете здорово где то вот это как раз от печенья которая русско которая уже с наполнением но то вот здесь вот этого рецептуру уже получили да 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 по хлебобулочный получается вот в этой части у нас еще мы не дошли до помещения роспись вот она получается упакованная продукцию упаковалась теперь ее надо замаркировать сейчас готовимся к этикетке который будет маркировать на машине так как большой объем за руками нереально переходить на машину а сейчас пока руками на плеют этикет информационный для после этого получается идет продукция на сборку у нас будет дальше я думаю потом не придем мы получается сколько этажей производства два два этажа неполных этажа производства здесь у нас будет зона сейчас там машина возвращается можем уже сейчас здесь получается камеры хранения готовой продукции сейчас пойдем и вернемся по кулинарному блоку пойдем надо вернуться нам назад то есть у нас на первом этаже кондитерка хлеб частично кулинарные цеха здесь получается рыбный рыба мясо рыбный не снимайте мы тут уже стены сломали на единиц на площади не хватает здравствуйте здесь получается мясо рыбный ракетная мощность вот эта история она а как а как про запасы тогда площади запас читали мое мнение что не до продавали что не дом не до продавали а производстве на местах мы могли выпустить больше мощности больше произвести продукцию поэтому продажи были продажи были хорошие но они наверно немного некорректно понятно тут музыка про бог иначе он будет грустный это про персонал то есть нам надо сделать так чтобы людям было хорошо готовить нужно музыку нужна музыка раньше не работали в тишине так в полной тишине приезжал олег со спара могут вам бы музыку играли по памяти разный возрастной сотрудники мне разного возраста есть молодые есть взрослые есть даже пожилые на них там уже надега да они более такие надежные люди включите что баха они у меня уснут включите не знаю рэп ну они не поймут поэтому мы приняли решение каждый цех как и себе может свою музыку создать атмосферу в которой комфортно работать производительность растет отлично голгал на результат поэтому да овощной цех то есть мойка здесь получается здравствуйте здравствуйте такую же ванну как с ней фонда такие же мы придумали под овощи ага прошло время мы посмотрели ту одну ванну давайте будем пробовать мы здесь изюм включала печенье промываем тоже только успевать смотреть всяких ваш перегружать вот эту задачку затем идет на чистку картофель очистку сама останье остается чуть-чуть доработать очистка в любом случае будет у каждого овощи требуется большую часть овощей перевели на поставщика очищенные потому что объемы настолько большие а нормально поставщик справляется с вашими стандартами были моменты отработали уже как всегда растите вместе с собой поставщиков растите вместе с собой а если например появляется какой-то поставщик который вам дает лучшую цену вот эти этикетки да на которых у вас будет потому что мы с вами печатаем здесь у нас кабинет сменных технологов ось давайте-ка буквально носиком за заглянем я правильно привыче места сменных технологов те которые непосредственно стоят на процессах автоматизация как кому что вы можете рассказать анон процесс нужно автоматизировать процессы мы видим что у вас есть именно операционный процесс или есть еще автоматизация производства вот если говорить про автоматизацию как у вас сейчас устроена ну то есть вы работаете мы работаем в 1с 1с получается в 1с на сегодняшний день то что мы добились когда к нам приходит заявка можно сформировать отчет и передать цеха тот объем который необходимо им также они в программе могут сделать расчеты допустим если к кондитерскому цеху необходимо выпустить там не знаю 500 тортов сегодня у них вопрос а сколько мне приготовить крема то есть забиваешь лес который необходим на количестве он тебе выдает уже все наборы ингредиентов для замеса а с точки зрения вот таких вот моментов когда ваше формируется большущая заявка даты за сколько дней до выхода продукта на линию и вот как бы магазина вы получаете заявку сегодня сегодня то есть вы сегодня вечером получите и завтра сегодня 30 мы получаем заявку от магазинов то есть магазины делают заявки до 9 30 час на обменные процессы всех серверов 10 30 на поступает общая заявка она уже автоматически сформирована то есть все магазины вместе схлопнулись можем ведь как по магазинам заявку так и общую смены технологии берут общую заявку в программе готовит этот документ план сменный план задания для производства выдают получается цеха начинает производить в 10 вечера крайний срок когда заявка должна быть готова потому что начинается уже сборка по направлению то есть по всем магазинам а как за про закуп в этом случае вам же нужно еще для того чтобы произвести нужно закупить часть ингредиентов или они у нас всегда достаточно колеса есть мы всегда берем запас у нас всегда есть переходящий остаток за закончим про про переходящий остаток то есть у вас всегда знаем какой у нас расход необходим для производства получается изделий есть понимание заявки ну что на понедельник 1 на вторник другая там пятницу больше субботу меньше тем самым мы регулируем регулируем свои не запасу понятно заказываем заказываем все вроде как просто на на самом деле тоже но вы вы только вдумайтесь то есть сегодня в 10 30 приходит заявка а завтра это же продукция уже будет на полках магазинов что удивительно все свеже самый короткий срок годности у вас 24 часа а самый длинный мы на 5 остановились покупатель даже на 3 потому что мало каких у нас кондитерские изделия 5 суток салатной группы мы держим 3 потому что только ушли в 5 начали падать продажи уплатим не готов на этот срок он в голове наверное понимали что что-то добавили все понятно увеличили срок поэтому вернулись к трам спокойно работаем ежедневная поставка то есть они нам и не требуется ну понятно да короткий на сильно необходимо слушать 36 часов а вы сейчас сюда и загляли давай здравствуйте ребят я вчера попробовал это было просто бесподобно спасибо что в так готовите вкусно а кстати как сейчас сырьем это вот это рыба который посмотрите как тонко режет а это подмороженная дать и конечно потому что она не начинается и дальше уже пойдут сборку он сборка то как это вкусно с изначально сделаны сами здесь музыки не не договорились ну и хорошо а чуть-чуть подсаливает она тогда сыруй совсем не плоти вкусно промываем продолжаем гулять по производству у нас на первом этаже получилось посмотреть кондитерское производство хлебобулочные изделия это все вот это сейчас мы поднимаемся в на второй этаж это гастрономия кулинария да и наверно сразу мы идем вашим такую топовую позицию по крайней мере рассказывал также и сергей о том что у вас прям пошла шаурма сколько раньше продавали сколько сейчас 450 что в день на сегодняшний день до 3000 до 3000 штук в день как вы считаете но то мы уже знаем что у вас самая акция была 99 рублей да и конечно сколько об сколько видов и так шурмы делается один из вас курицы со свининой пойдем посмотрим как здравствуйте вот на этой площади производим 3000 у каждого свой объем а нас это чикает это прямо нужно висать буквально не знаю как так настроено что порядок то есть получается так то есть получается кладется лаваш таким образом 70 граммов да дальше у нас не понимаешь аха так вот ли получилось дальше помидорок чуть-чуть соуса чик но тут уже люди только набита мне кажется не закрытыми глазами будет 250 грамм должно получиться шаурма в готовом виде 252 и нам рассказывали о том что производитель лаваша был заискали на ваш лаваш на фабу производитель изначально мы брали он был на прямоугольной формы у нас там была куча обрезков ну были моменты к нам вышел поставщик производитель который производит лаваш у него достаточно большая линия лаваш не соль идеальный вариант получается для вас ну и в итоге 3000 по цене ниже чем было раньше ну вот тут эти 99 рублей получились да понятно и это получается все уменьшаем все начинки они где-то вот готовятся ну да здравствуйте здесь у нас получается холодный цех в этой части девочки делают булеты яичные в этой нет это тортили а буррито а так не поправились то что яйцо здесь чистится она уже готова на вареное но обработанное во первых оно обработано его подняли наверх они его уже сварили и готовить в холодном цехе у меня просто интересно все сейчас получается подготавливать все ингредиенты для производства салатной группы то есть у нас получается период пока мы ждем заявку а вот эти блинчики готовишь вручную ухо сколько их надо а это что за салат будет альянс понятно куча омлетиков красиво как а кстати а салаты вы перемешиваете руками или машины мы ложкой ложкой вручную небольшим объемом на смех эту машину мы думаем как нам как нам сделать мы думаем пока салатов достаточно сейчас сюда сейчас в горячий цех где производим все начинки готовые горячие блюда необходимые получаются заготовки причем блинчики запомним газовые получаются печи девочки пекут как на сковородку так же на тех еще блин то есть для того чтобы им хватило произвести все газовое оборудование своему часу притюрница поэтому будем жарить беляш ой ваши там тоже короли да 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 наши короли с этой стороны получается стоят аккуратно аккуратно я переживаю а что это такое это сыр картофель с сыром картофель с сыром картофель с сыром это как бы все перемешать все перемешают да это у нас с Марио вот мальчики поставили сейчас три сайта на японию есть маленькие чаши есть большого есть Марио Кукин Санта я была у них теперь вот называется грусти здесь получается фармой блинчики без начинки и с начинкой к вопросу опять о выкладке надо делать красиво а это подготавливается под упаковку на газ понятно ну все-таки история про красоту а у вас это пока разорванная разорванный цикл да то есть получается им приходится перемещать им приходится перемещать но недалеко буквально сюда буквально в этот центр здравствуйте здесь получается происходит запайка то есть вот они привезли получается порционные салаты упакованные в один лет сейчас девочки будут их паять запайщики насрешные поэтому салат целит мы его не запаиваем мы его отправляем в простом контейнере но разделяем ингредиенты то есть основной получается салат будет в контейнере сверху станет соус, сухарики и сыр сколько тонкой работы мы запакуем сами на машинке то есть не запаивать просто закрывается да этот только закрывается вот он 24 часа не более такие вещи ну это получается типа селедки под шубой селедка под шубой есть а у вас получается вот только такого размера или есть разные у нас есть круглая у нас есть 87 на 137 это большая получается вот они есть двухсекционные есть одна секционная есть одна секция выше другая шире то есть разные треугольные и есть даже треугольные у нас бутерброды добавим опять же приспособление чтобы не было в спину мелочи но надо да ну то есть слышим стараемся слышать и если есть ну скажем так если он решает свою задачу так как он должен решать а именно бережет здоровье коллег то пусть она будет таким получается когда они все упаковали девочки они уезжает в камеру готовой продукции и потом через эту дверь они уезжают по лифте унистили ага понятно что-то еще требуется домаркировать то есть вот все спокойно коллеги не как и как все что как бы мы здесь показываем действительно это мы просто сейчас переходим из цеха стараемся полностью соблюдать все циклы которые требуются по но понятно что когда монтаж будет есть некоторая вероятность что мы не сможем соблюсти все правильные технологические моменты нет но режиссерская работа она же несколько другая мы же понимаем что мы не будем здесь до такой степени все соблюдать наша задача показать какой на самом деле здесь большой комбинат сколько всего было реализовано а такой момент мы очень много видим российского оборудования при этом естественно иностранное как сейчас вот то что вы недавно запустились вам конечно какой-то мере повезло да то что все уже оборудование куплено и не надо какое-то время мучиться потому что все-таки новое оборудование а уже появились какие-то может быть нюансы связаны с тем что там запчасти надо чтобы был то очень большой запас при этом у вас иностранное оборудование ну вот как с этим могли бы подсветить что могут обчисти пока не требовались то есть есть какие-то расходные материалы какие-то прокладки и пока все стабильно все приезжает что по российскому оборудованию Россия сейчас в приоритете мне кажется вы как-то удивительным образом я просто очень много вижу производства аббат оборудования и как-то вот его прям много то есть это было аббатовское оборудование есть очень хорошее которое точно будет работать то и не брала все поняла в чем я была уверена что сработаем хорошо то и получается я брала все поняла хорошо дальше идем так получается у нас вся готовая продукция она в камере запакована а после того как она готова на отгрузку она по этому лифту опускается вниз на этом лифте только готовая продукция ну вот здесь смотрите наша отгрузка вот здесь у них получается они все что получили с цехов готовую еду Они помещают в камеры и в камерах распределяют по магазинам. То есть в круг встает тара, которая замаркирована на поток магазинов, в который должно ехать. Они получили продукцию и начинают все это раскидывать. И соседняя камера тоже. И в двух камерах. Все остальное это встает в хлебах. То есть распределены машины, где какая машина, какой магазин. 67 магазинов немало, которые надо... Да, логистика отдельная. Каждый день уходит 8 машин еды на все магазины. Самое дальнее плечо доставки? Это утром 200, по-моему. 200 или 220, вот так, куда уезжаем. Понятно. Здравствуйте. Мы открыли для своих сотрудников магазин. А, ну-ну-ну, давай-давай. То есть это... И то, что мы вчера видели в офисе, здесь же, соответственно, тоже. То есть мы, получается, оставляем готовую продукцию свою для обеда, чтобы можно покушать. Угу. Есть у нас такое. Но вообще питание же предполагается. Носит свое. Да? Понятно. Угу. Так, гардероб мужской. Гардероб же. Угу. Угу. Прачечная. Прачечная. То есть вся одежда, которая... Они не носят спецодежду. Угу. 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 Прошли в кабинет первичного осмотра. Посмотрели ручки порезы. Все, 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 все вот это вещи. Вышли с этой стороны. Угу. Угу. И пошли у нас на станцию. Гигиена. А, то есть вот здесь у вас вход в цеха. Это в цеха. Угу. Пошли с той стороны. А, понятно. Мы как бы... Вот у нас получается основной вход, где мы входим. Основной вход сотрудников здесь. Угу. И в любом случае, как только они планируют пойти в производство, Угу. Они должны пройти через станцию гигиены. Угу. А где мы руки моем? Здесь. Здесь моют руки. А, то есть здесь прямо руки моют, сушат. То есть полноценно получается все. Совершаешь все операции. У тебя здесь есть мыло. У тебя здесь есть вода. Руки помыл. Руки пушил. Не пропустит. Учил средства. Не пропустит, если вы так не сделаете. И все, тогда я прошла. Это прачечная. Как здесь свежести пахнет. Прелесть. То есть все здесь, вся одежда здесь. Да, у нас. Получается, они стирают, сушат. Угу. Поэтому нам сушилки особо не нужны. Также обрабатываем обувь. Угу. Угу. Это все как должно быть. Ну, да. Стренируемся. Угу. Все. В этой части они гладят. Потом собирают по сменам. Вот они получаются тележечки. Допустим, на завтра они готовят комплекты. Угу. Угу. А как-то ведь должны понять, что каждого, чья-то конкретная одежда. Там все написано? Номерки есть. Номера. Угу. Угу. Без лаборатории, фабрика, кухня, комбинат питания существовать не может. Очень много производится продукции. Но предлагаю посмотреть, как организовано у вас. Это наша производственная лаборатория. Исследуем жирную, влагу, сухие вещества. Хотя, Владимир, она еще подскажет мне что-нибудь. Прямо сейчас я вижу, что исследует творог. Это сырье, да? Это сырье. Мы смотрим как сырье, качество продукта, так и свое. Выпускав свои выпускаемые продукты, все это уже оцениваем на качество. Угу. И поглаженность. То есть регулярно проверим муку. Какой она пришла в клейковины, какой у нее помол. То есть эти все вещи смотрим. Ну, сырье, чтобы у нас, конечно, продукт получился хороший. Угу. Мы исследуем. Не цель поставщика поймать или еще что-то, а цель, чтобы у нас получился качественный продукт. Ну, технологии надо соблюдать. И, соответственно, исходное сырье крайне важно, чтобы было правильным. То есть, максимально маленькое такое помещение мы оборудовали всем необходимым, вытяжными шкафами, разные машины. Угу. Колбочки. Колбочки. Боже, химия, химия органическая и не только, да? Ну, то есть вся производственная программа, мы после аттестации, мы будем ее аттестовывать. Мы готовимся к аттестации на сегодняшний день. Будем аттестовывать и производственные контроли мы будем проводить в своей лаборатории физико-химии. Угу, понятно. Ну что ж, и финальные буквально цифры, немножко про стратегию, немножко про категорию готовой еды. Поговорим с Татьяной и таким образом подведем итог нашей прогулки по комбинату питания, которым Татьяна управляет. Татьяна, ну вот в процессе нашей беседы, прогулки по фабрике, экскурсии, да, неоднократно услышала, что уже не хватает мощностей. Как же так? Ведь фабрика только-только запущена. Я думаю, что, наверное, наша продукция очень полюбилась покупателем, и он стал покупать ее больше и чаще, и лучше. Нам приходится производить ее гораздо больше, чем мы планировали, и в связи с этим требуется дополнительная площадь. Ну, конечно, если с 4000 штук шаурмы перейти на цифру 2500-3000, так это, конечно... 400. 400. Да, 400 штук до 3500. Да, ну, конечно, такие задачки. Знаете, у нас будет в этом году, в сентябре месяце, в рамках выставки World Food. Выставка World Food является партнером нашей экспедиции retail.ru. И там у меня будет, в том числе, секция категории готовой еды мы будем рассматривать в рамках World Food Retail Academy. Вот, ваше мнение, как с вводом вашего комбината питания, да, изменилась эта категория? Вот сколько вы сейчас производите с каю? И это увеличилось количество сейчас продаж готовой еды или уменьшилось? Ну, вот называется. Количество точно не уменьшилось. В фабрике мы производим с комбината порядка 350 из каю, это включает и в облачные, и коллекторские изделия кулинарные. Также на местах, там, где остались большие производства, в нашей сети тоже производят дополнительный ассортимент, который я хотим произвести здесь сейчас и съесть. Вот будем говорить так, фреш. То есть что-то нечто свежее. Ультрафлеш. Да, ультрафлеш. Остальное все получается максимально стараемся довести, привести и обеспечить нашу сеть. А сколько сейчас, я скажу, у вас? 350 из комбината питания. 350 из комбината питания, а вот это как цифра гуляет? То есть вы принимали, когда у вас было сильно меньше. Просто есть такая сейчас история, что лучше сократить и делать... То есть у нас был ассортимент, если в сети смотреть в целом готовые еды, он был гораздо шире, но не всегда это приносило хороший результат. То есть проводили ряд оптимизаций, то есть смотрели на списание продукции. Если продукция в большие списания уходила, то значит невыгодно производить данную продукцию. Стараемся выпускать только на жеменом продукции. Вся ваша продукция в основном ставится как раз на те горки, которые в магазинах стоят. И теперь они во всех магазинах? Во всех магазинах, все 67 магазинах получают готовую еду. Про новинки. Как часто ротируется ассортимент? Без чего точно вы не останетесь? В каких позициях периодически убираете, добавляете вновь? Новинки вводим очень часто. Раз в месяц точно у нас идет новинка по каждой категории. Исключаем только хлебобулочные изделия. Здесь такая стабильная категория, в которой есть свои топы, на которые нацелены, на которые есть постоянно покупатель, одно и то же. И там сильной ротации не происходит. Кулинарный цех и кондитерский цех требуют регулярной ротации, особенно Япония в том числе. Ротация происходит раз в два месяца, а новинки стараемся вводить раз в месяц. Откуда берется идея для новинок? Садимся с главными технологами, мозговой шторм. Что есть интересного на рынке, что есть вкусного. Выбираем сначала какую-то идею, потом уже каждый технолог по своему направлению уже свое видение предлагает. Ну и как покупать? А я какой-то пример, когда вот не взлетела. Не взлетела? Вы думали, что печенье на полбяной муке. Думали, что оно такое. ЗОЖ, да? Да. Оно как сейчас пойдет, как пойдет, оно пошло. Его какое-то время поели-поели, а потом пошли. Ну, в списании просто его не перестали покупать. Мы его сняли с реализации, вернее, с производства, потому что нет смысла производить и утилизировать. А вот все, что вы здесь сейчас производите, оно продается только в ваших магазинах? Или вы также, скажем так, имеете возможность продавать сторонним организациям? Мы продаем только в своих магазинах. Наша задача закрыта в потребности сети. А потребности в нашей сети еще очень большие. Мы хотим расширить ассортимент печенья. Мы хотим расширить ассортимент полуфабрикатов. Запустить ремесленные хлеба, римскую пиццу и все так далее. Желаний у нас куча, много. Не могу не спросить про одну цифру, которая меня на самом деле поразила. Вот это изменение, как выросли продажи вообще в целом в момент, когда вы уже начали заниматься активно готовой едой, кулинарией, кондитерской? Яркий показатель – это кондитерские изделия. И мы увеличили за, будем говорить, за полтора года, год и четыре месяца товарооборот в семь раз. В семь раз? Да. Хороший старт. Да. Ну что ж, и немножко про планы с точки зрения. Ну вот уже какие-то планы наметили, да. Ну я знаете, у меня, я точно понимаю, то есть мы сейчас там четыре с половиной тысячи квадратных метров, правильно? Три с половиной тысячи. Три с половиной тысячи квадратных метров. Мы посмотрели, там много всего, я понимаю, что да, уже тесно, и то есть рядом еще один цех покупать? Не знаю, пока умещаемся на этих площадях, ютимся, что-то, да, какие-то где-то ломаем стены, где-то переносим цеха, немножко ротируем, уже в рамках производства. Как только поймешь, что совсем не хватает места, ну, будем думать. Я просто знаю, я просто знаю, что у вас там готовится еще там пара открытий, как минимум магазинов, где тоже будет, ну, на мой взгляд, очень такой хороший поток людей, которые могут позволить себе немало. И, конечно, их тоже нужно будет удовлетворять, в том числе и по разнообразию ассортимента, что уже в существующие ассортименты не всегда будет уложиться. Ну что ж, я могу только пожелать вам такой активной работы и такой, знаете, энергетической зарядки, какой вы уже являетесь, да, потому что вас можно действительно там батареи подзаряжать, это факт, и успехов, хороших продаж. Спасибо большое. Да, вы знаете, вот каждый раз не устаю удивляться всем нашим встречам, потому что, когда я приезжаю на производство, в магазины, везде меня встречают улыбающиеся люди. Я уверена, что это не потому, что только я приехала, а ровно потому, что люди именно такие, и по-другому быть невозможно. Когда вы готовите еду, когда вы продаете еду для людей и кормите людей, мне кажется, другими сложно быть. Ну что ж, наша ритейл-экспедиция закончила смотреть комбинат питания сети Бегемаг. Татьяна, большое спасибо, и до встречи на наших мероприятиях, которые мы проводим по собственному производству. Радовала видеться. Взаимно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова